Крымский федеральный университет В основном страны небогатые, мягко говоря, получить хорошее образование, вернуться к себе домой, стать успешными членами своего общества, в конце концов, работая врачами, инженерами, строителями, сделать так, чтобы жизнь в их стране стала хоть немножко лучше. Молодые люди из зарубежных стран уже давно приезжают в Крым, чтобы получить достойное образование. Традиции оказания помощи и предоставления образования странам Азии, Африки и Латинской Америки корнями уходят еще в советские времена. Этот опыт был очень распространен в Советском Союзе. И, кстати, в Крыму не только университет, это была и есть, и остается одна из основных баз предоставления образования для иностранных студентов. Цель проведения мероприятия – не просто поздравить иностранных студентов с Днем Африки, но и наладить с ними более тесное общение. За круглым столом присутствующие делились своими историями о континенте, а студенты рассказали об обучении в России. Русский язык – это трудно, но интересно. Я люблю учить русский язык. Я учился здесь 6 лет, первый год подготовки и 5 лет в Академию для архитектуры. День Африки или День освобождения Африки ежегодно отмечается странами Африканского Союза по решению Организации Объединенных Наций. Виктория Клюкина, Николай Шульга, Пресс-служба Крымского Федерального Университета. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова